Как нами управляют, начиная с детства и заканчивая сейчас? Есть три точки, на которые давят. Пресловутый треугольник, я вам уже об него рассказывала. Есть страх, есть действие, есть удовольствие. Страх – невидимая часть, и это всегда принуждение в закрытых условиях. На той территории, правило которой вы приняли. Начинается всё с семьи. Если на человека давят на страх, не осознавая и не понимая, ещё неизвестно, что будет, он пойдёт делать или начнёт удовольствие получать от кино. Но это уже дрессировочка. Если давить на действие, то неизвестно, он получит от этого удовольствие. Ну как секс, это хорошее же действие, удовольствие. Всё же хорошо. Там страх только в первый раз, если как в том анекдоте ноги в окно. Если не ноги в окно, то всё хорошо. А если действие происходило насильственным путём, то нет удовольствия и есть страх. И вот в зависимости от того, очень просто видеть, каким способом с вами пытаются договориться. Рассказывая вам о прекрасном будущем, которое будет когда-то, но делать надо сейчас. Значит, следующее воздействие будет через страх. Если вам говорят, ну сделай, пожалуйста, мы же с тобой такие близкие, хорошие, достойные, классные. Значит, от вас хотят удовольствия, а потом вас будут пугать. Других вариантов нет. Есть импровизации. Почему нужно самому преодолевать страх, т.е. ломать себя и идти на страх. И тогда страх развернётся и будет вашим самым близким другом, потому что это будет ваш результат и чьё-то достижение. Кто научил, кто поддержал, кто показал. И тогда, как только начинает, ну ты понимаешь, что тебя ждёт? Я говорю, да, я сейчас всё расскажу. Присаживайтесь. Меня ждёт вот это, вот это и вот это. А вас ждёт вот это, вот это. Да, откуда вы знаете? И люди, вот тут боящиеся, почему они поднимаются, единственное удовольствие, доступное им, это гадость. И у них очень мало желаний. Их ничего в этой жизни не радует. Слишком много было принудительных действий под созданием, под страхом. Единственное видеть, когда я сделала гадость и смотреть, а человек такой сильный, типа такой крутой, он не знает, что с этим делать. А я говорю, ну да. Ой, вам помочь. Ой, давайте я. А у самой такое трепетное чувство, думаю, есть. Не такой ты сильный, собственно говоря. И тебя можно сделать. И человек посвящает этому всю жизнь. Вот уровень страха запускает действия неверного порядка. И вот этот рычаг падает. Всё, человек превращается в лежачее тело. Шёл, шёл, бах, упал. Почему случайностей нет по жизни? И человек в анабиозе, в неуменько, куда-то бежит и бежит куда-то спрятаться. Почему, говорю, давят на действия для того, чтобы получился страх. И тогда будет удовольствие. Если вы будете преодолевать себя, совершая поступки по улучшению, сверхзадачи, вспоминай, что у нас такое. И тогда ты уже не будешь получать удовольствие от тихой гадости, которую даже не осознавая, делаешь не потому, что ты плоха или хорошая, а потому, что так делала твоя мама. Если все живы, значит, ничего страшного, им не можно. Тут же у нас ещё интересная история. Вспоминайте, вы же у меня более продвинутые товарищи. Тут же у нас есть треугольнички, да. Ещё товарищи специально к нам пристёгнутые, да. Которые тоже очень боятся без дочки остаться. И которые просят что-то сделать за себя, потому что потому. Понимаешь? И эти треугольнички не отпустят. Это жизни человеческие, которые вам надели на голову, но уже в горизонте. Говорят, давай-давай. Давай-давай. Дочь, а ты когда приедешь? Да, а то я прям сегодня давление. У меня такой таблетки пила, я валиду, пила, всё пила. Доча приходит. Она говорит, ну давай вот это вот сделай. Всё. Мама передала ей доче и страх, и делай. Лежит удовольствие. Ой, какое счастье, что у меня есть. Господи, выросла. Слава тебе Богу. Ой, ну как счастье. Вот она, мама повисла. А я маму на таком звонке поймала и сказала, она призналась, что да, я ей позвонила, наверное, от страха одиночества. Ну вот. Значит, кого-то надо. И в этот момент, услышите, мама – это статус. Ни одни обстоятельства не работают против. Все обстоятельства работают для того, чтобы человек изменился. Но чтобы измениться, нужно самому себе надавить на страх. Тогда пойдёт действие, и вы получите от вашего результата удовольствие. Учитесь видеть это всё. Очень просто жить будет.